Отделение милиции в Горловке взяли штурмом. Толпа с георгиевскими ленточками, многие в масках, были вооружены булыжниками, палками, металлическими щитами и коктейлями молотова. Личный состав во дворе захваченного отделения собрал один из лидеров штурма – некий человек в камуфляже. Показав российский паспорт, незнакомец представил нового начальника, человека в штатском Александра Шульженко. Тем временем с миротворческой миссией в Горловку приехал депутат Одесского областного совета Алексей Гончаренко. Политик в режиме реального времени дал интервью московскому телеканалу «Дочь», описав происходящее в городе. Он убежден – в Горловке повторяется крымский сценарий. Это, безусловно, были российские военные, и многие из них не под камеру говорили, да, мы российские военные. Ну, никто не называл свою фамилию, паспорт не показывал, но далеко не все скрывали это. Многие не отрицали, что они относятся к вооруженным силам Российской Федерации. Одесский депутат сообщил российскому телеканалу и другие подробности штурма. В частности, о том, что здание захватили местные жители, однако ими руководят люди в балаклавах, которые явно имеют военную подготовку. Кроме того, депутат спрашивал у ополченцев, о чем должен быть референдум. Отверить ему они не смогли.